Книга открытым оком. Вопрос 3705-25 том. Тема болезнь. Говорите, что можно обойтись без таблеток. Как это? Все тело болит и денег нет на хорошее лекарство и на добротное питание. По неволе вспомнишь о Боге. Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Вот и я про то же говорю. Болезни Бог посылает или допускает и всегда только для славы своей и для нашей же пользы. Сирахов 39.8 Приготовляющие лекарства делают из них смесь. И занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли. Нам разрешено хвалиться нашим Господом, благоволящим к нам, забочившись от нас, как нежная нянька. Иеремия 29.11 Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Нам дано право прибегать к Богу и просить помощи исполнить волю Его. Псалом 77.7 Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. За всю жизнь еще не переступал аптеки, не считая, что был до обращения 45 лет назад, заходил списывать характеристики растений и лекарства сегодня. Есть уловка, через которую упустошают кошельки. Вестник, Немваль, 8 страница, страница 2, 8 выпуск получается, 30 тысяч экземпляров, страница 2. Названий отечественных лекарств только от А до П 68, а заменителей иностранных на них 859. Перечисления этих двойников занимают полную страницу. И у всех латинские названия. Лекарства двойники российское чиновничество на службе фармафи. Везут из границы самое дорогое. Второе, пролипоменон, 16-12. И сделался Аса болен ногами на 39 году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхней части тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. К нам в общину и в детский православный лагерстан приезжают в гости люди из родных республик. И я сразу же спрашиваю, есть ли у них лекарства. Иногда везут ворох, таблеток и капсул. Прошу сразу же их отложить на время в сторону. И если уж точно потребуется, тогда пусть распорядится, как желает, но уже в дороге домой. У нас они не потребуются. Проходит неделя за неделей, и впервые человек живет без хитрых поддуваний и накачаний, без химии. Конечно, сразу же организм не вытряхнешь всех ядов, которых человек пропитался. Но у него появляется румянец, живостью он начинает делать гимнастику. Пьет заваленными травами, чай, много купается, ходит босиком. Но создаю ему щадящий режим. Меньше быть на солнце, чтобы не перегрелся и временно мог и среди не отдыхать, не ложась, но сидя. Не нужно трястись, желая в смертном бессмертии. Это и невозможно, и смешно. Сирахова, срок 2.6 Итак, для чего же ты отращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? Десять ли, сто ли ли тысячи лет в Аде нет исследования о времени жизни. Премудришь Соломон, 4 глава, 7 по 14 стих. И нечестие помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу. Потому и ускорил он из среды нечестия. Иду вечером на занятия в университет. И на проспект подходит хорошо одетая старушка и просит на лекарства денег, впервые меня видя. Спросил, сколько же ей лет? Уже 75. И сколько еще думаешь жить? Зачем тратишься зря, иди и молись. Бог отмерил все по своей мерке. Очень недовольный отвернулся по шагу следующей жертве. Видно, что уже поднаторела и сшибает. Может, вовсе и не на таблетки. Сирахова, 31.14 Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, нежели богач с изнеможденным телом. Здоровье и благостояние тела дороже всякого золота. И крепкое тело лучше несметного богатства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!